Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого Сергея Пояркова. Я тут художник, который может видеть каждого интердевочки московского патриархата. Так и не могут решиться, наконец, заменить к чертовой матери молитву на кикбоксинг. Но рано или поздно они все-таки именно к этому придут. События в Михайловском соборе в Черкасах показывают, что изначально этот филиал ФСБ, а перед этим КГБ, не сможет ужиться в независимой Украине с украинским народом. Смотрите, советское православие, оно не русское, не украинское, оно советское православие, появилось после Октябрьского переворота. Сначала там было такое движение обновленцев, ну, собственно говоря, еще отца Федора Уильфа и Петрова обвиняли в том, что он в обновленцы подался. Но дальше, как ни удивительно, инструмент построения впоследствии развитого социализма, ну, и коммунизма, вдруг стал рассматриваться вот в виде православной церкви, но уже советской православной церкви. Она как бы формально где-то, ну, делала вид, что подчинялась вселенскому патриарху. Но на самом деле она подчинялась КГБ. Почему московская православная церковь в Украине не может прижиться и не сможет никогда? Почему ее все-таки, ну, организм украинской независимости отталкивает как чужеродное тело? Потому что весь личный состав этой шпионско-религиозной организации базировался на частично офицерах КГБ, а частично на сотрудниках КГБ, которые там подписывали согласие на сотрудничество, стучали, рассказывали, выполняли поручения. То есть, де-факто, советское православие, ну, было помазано КГБ на выполнение особых заданий, выявление неблагонадежных, ну, и, в общем-то, шпионскими действиями они тоже не чурались. И то, что произошло в Михайловском соборе, ну, давайте скажем честно, это вполне предсказуемый процесс, как только началась полномасштабная агрессия, да что там еще до полномасштабки? Вот еще когда было АТО, в 14-м году именно вот эти вот русско-православные московского патриархата, монастыри, там, церкви, они яростно помогали сепаратистам. То есть, они помогали тем, кто не желал украинской независимости, они работали против Украины. Есть огромное количество свидетельств. Во-первых, они хранили оружие, боеприпасы, взрывчатку, медикаменты, они прятали сепаратистов, они всячески вредили украинской независимости, они покрывали преступления, которые совершали их там нет и являлись иногда прямыми соучастниками и даже исполнителями. Молодое поколение, возможно, этого не знает, но старшее поколение прекрасно помнит. Как только Горбачевская перестройка пустила в разнос Советский Союз, кстати, который Горбачев как бы хотел реформировать, но нереформируемое разваливается. Так вот, в лихие 90-е результатом вот этого вот слияния с КГБ Московской Православной Церкви стало то, что льготы, которые получила Московская Православная Церковь, переросла в такой, знаете, как бы благостный православный бандитизм. То есть были бригады братков, в смысле попов, попов, братков-попов, они стволами там Москва, Московская область, вообще, они взяли под свой религиозный амофор контрабас, то есть контрабанду, сигарет, алкоголя, они это все крышевали, на этом зарабатывали, потому что еще тогда Ельцин разрешил беспошленно русской православной церкви там завозить-вывозить всяческие ништяки, и они обогатились, то есть они превратились в организованную преступную группировку, ну, типа Солнцевских, допустим, вот где-то приблизительно вот точно так же. То есть группировка Уралмаш, допустим, она сильно уступала группировке Московской православной церкви по количеству стволов, влияния, собственно, по всем параметрам. Ни одна, пожалуй, преступная группировка не была такой сильной, как преступная группировка вот именно Российской православной церкви времен перестройки. Опять, тот же Гуньяев, который патриарх Кирилл, он продемонстрировал все антихристианские свойства, зажравшегося функционера, дорогущие часы, которые на нем палили неоднократно, яхты, самолеты. Опять, дом на набережной, огромная квартира в Москве. Чувак настолько не чурался всем земным, всем материальным, что стал, скажем так, символом прямой противоположности того, что называется христианская аскеза. Кстати, ну, черт побери, ведь точно так же и католическая церковь когда-то себя вела, у них был такой период, который давно закончился, они выдавали даже индульгенции, то есть прощали грехи за деньги. Но отличие в том, что средневековая русская православная церковь пребывает вот в этом же дегенеративном кошмаре, они не хотят развиваться, они деградируют. Католическая церковь принесла извинения, признала свою неправоту. Кстати, они даже Мартина Лютера официально простили, то есть, по-моему, и Кальвина то же самое, то есть не Кельвина, а Кальвина, потому что Кельвин это вам не Кальвин. Гугл в помощь тому, кто не видит разницу. Тем более, что, мягко говоря, из разных епархий, так сказать, товарищи. Так вот, абсолютное непризнание собственных ошибок, Кстати, ведь русское православие еще до Октябрьского переворота использовалось еще русскими царями. Где-то, возможно, в период до Ивана Грозного в эти времена еще были отдельные голоса, которые протестовали, Но дальше это стало, ну, просто русское православие прислугой царей-батюшек и цариц-матушек. Это была их главная функция, это прислуживать царственному дому Романовых и гнобить рядовое население, там, ну, долгое время крестьян. Потом, когда уже произошла промышленная революция, рабочие там не сильно-то повелись. Но то, что произошло в Михайловском соборе в Черкассах, ну, а Черкасса это не чужой город, я прекрасно помню, Автомайдан, то есть, 14-й год, как мы туда приперлись ночью штурмовать эту обл-администрацию. Вот когда-нибудь, знаете, вот, то есть, это мне уже 59, да, надо еще немножко подождать уже, как там, ну, наконец дойти до вот этого благостного состояния такого полностью, такого ветхого, старого пердуна, что меня туда привезли в Черкассы, там, какие-то патриотические, там, организации, и я вот такой же, знаешь, такой беззубый, такой же, с палочкой, буду рассказывать детям где-то с интонациями Брежнева, что они когда-то мы в молодости сюда прискакали шашками, там, как рассказывали, да, смотрите, ну, вот во времена нашей, так сказать, молодости были там, приводили ветеранов, таких, ну, притрушенных слегка, да, чаша сия, мало кого минет, в общем, возраст, он возьмет верх над каждым, ну, собственно говоря, кто не успеет гордо, так сказать, вот, сложить голову в бою, но я всем желаю дожить до глубокой плодотворной старости, так вот, смотрите, я бы хотел, ближе к концу блога, прийти к некоторым выводам, тут российский спикер Госдумы Володин, как вы понимаете, не чужой человек для русского православия, потому что его гейские похождения были так сильно распиарены в интернете, он, правда, долго пытался с этим бороться, ну, послушайте, ориентация с точки зрения цивилизации, это не есть преступление, то есть, по украинскому законодательству, кстати, даже, ну, пока что по российскому, ну, в Европе, в Америке, ну, ну, вот, ну, нравится Володину, ну, такие же, как он Володины, ну, юридически все правильно, нормально, но Володин сказал, что Советский Союз, ну, и вместе с ним Советское Православие, я так понимаю, развалились, потому что на экраны вышел фильм, ну, я уже говорил это слово сегодня, «Интердевочка». Вот из-за фильма «Интердевочка», там, где, ну, там, девушка, вот она стала валютной проституткой, это стала, в общем-то, как бы, вот путевка в жизнь, я уже, честно говоря, не помню, смотрел ли я этот фильм вообще, мне кажется, что нет, но фильм был очень громкий, сюжет был очень известный, что-то, как-то, ну, я вот помню те времена, было такое количество интересных книг, желание прочесть, что я как-то откладывал, откладывал этот фильм, по-моему, я его так и не посмотрел, вот всегда были какие-то более интересные занятия, но фильм и его содержание пересказывалось, муссировалось, может быть, потому что так часто пересказывалось и муссировалось, я уже решил уже и не смотреть, а смысл, да, так вот, я не знаю, наверное, Володин, ну, может, даже не забыл, наверное, он просто не знал, кто снял фильм «Интердевочка». Это превращает в карикатуру все его эскапады, вот, по поводу развала Советского Союза из-за фильма «Интердевочка». Так вот, фильм «Интердевочка» снял советский режиссер, ветеран Второй мировой войны, фронтовик Петр Тодоровский. То есть, кстати, с боевыми наградами, то есть, я уже не знаю, брал ли он Берлин или Прагу, но это ветеран Второй мировой войны, который сражался в рядах Советской Армии. И вот здесь, понимаете, получается, что как бы ветеран-орденоносец Советской Армии, который там прошел с Красным Знаменем и так далее, вот он по теории Володина, собственно, и оказался вот тем триггером, который закончил благодаря Горбачеву Советский Союз. То есть, то, что экономическая несостоятельность, идеологическая глупость и беспомощность вообще советской власти были причиной, это почему-то отметается. Вот им удобно, вот, попам и дуракам считать, что есть другая причина, кроме их собственной глупости, вот, по которой что-то разваливается, что-то не получается, что-то не выходит, и с них все ржут. То есть, собственную глупость и импотенцию, и необучаемость они отбрасывают в качестве причины своих неудач и находят миллион каких-то других. Так вот, я убежден категорически, что нет ничего более богопротивного, антиправославного по духу, сути, форме, содержанию, чем русская, московская, православная церковь. Это абсолютно преступное, ну, по церковным меркам, там, бесовское, вот, каноническое, дьявольское сооружение спецслужб, ну, как царской охранки, так и, собственно говоря, советского режима. Поэтому, друзья мои, то, что в Михайловском соборе в Черкассах происходят эти события, мы понимаем, откуда растут ноги, напишите, что вы думаете. По этому поводу не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, репосты, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заршавеет.